Привет! Сегодня у нас с вами очередное видео про OvenLogic и PR-ки, и на этот раз поговорим о макросах. Но для начала стоит определиться с тем, что такое макросы и для чего они бывают нужны. Макрос представляет из себя по сути некоторую подпрограммку, в которой спрятан кусок алгоритма, и эта подпрограммка в виде маленького компактного элемента вызывается на основной холст вашей программы. Бывает это нужно в двух случаях. Первый случай, когда у вас есть достаточно большой и громоздкий проект, и с ним банально становится неудобно работать. В этом случае отдельные его куски можно упаковать в макросы и в виде маленького компактного блока вытащить их на экран и правильно соединить между собой. Тогда на основном холсте вы получаете компактную и читаемо написанную программу, разбитую на отдельные блоки, а если вам необходимо посмотреть как они работают, то всегда можно зайти в редактор этого макроса и его поправить или просто посмотреть как он устроен. Второй случай, когда вам может понадобиться макрос, это когда требуется типизация объектов. Ну например, у вас есть насосная станция, на которой некоторое количество насосов. Все они работают по одному и тому же алгоритму, и для этого алгоритма гораздо удобнее сразу же создать макрос, который будет его описывать. А в дальнейшем на холст вашей программы вытащить нужное количество таких макросов, то есть насосов, и к каждому из них подключить свои входные и выходные сигналы. Ну а теперь давайте разбираться на практике. Ну и первое, что мы научимся с вами делать с макросами, это их создавать. Тут, как обычно, есть несколько способов, давайте по порядку. Первый вариант. Для создания макроса мы с вами заходим в меню файла и выбираем пункт «Создать макрос». Дальше определяемся с количеством входов и выходов этого макроса, ну например, по две штуки, и нажимаем «Ок», после чего попадаем в окошко редактирования макроса. Давайте с ним разберемся поподробнее. Первое, что мы видим посредине экрана, это холст, на котором будет создаваться алгоритм работы этого макроса по аналогии с алгоритмом работы основной программы. Для создания алгоритма мы, как обычно, пользуемся элементами библиотеки компонентов. Слева и справа находятся входы и выходы этого макроса. Если мы заглянем в их свойства, то здесь можно будет выбрать тип этого входа или выхода, то есть какое значение мы с его помощью передаем в макрос, булевое, целочисленное или вещественное. Также можно будет придумать для этого входа или выхода новое имя, ну например, вход 1. Это имя будет использоваться не только внутри макроса, но также мы его будем видеть на основной схеме, когда этот макрос вытащим на холст. Если зайти в свойства самого макроса, то есть выбрать холст его, то здесь можно будет задать следующие параметры. Это имя макроса. По умолчанию он создается без имени, ему нужно какое-то имя придумать. Например, мой макрос. Дальше можно указать кратенькое описание этого макроса, ну например, макрос установки 1. Также можно указать, кто был автором этого макроса. И также OvenLogic поддерживает сортировку макросов по группам, то есть по подпапкам, если имя группы для макроса задан. Ну и последняя настройка, которая здесь есть, это пароль на доступ к редактированию макроса. Надеюсь, объяснять, для чего это может быть нужно, не требуется. После того, как вы создали алгоритм работы вашего макроса, то есть вытащили какие-то элементы на рабочую область, подключили их ко входам и выходам макроса, задали ему новое имя, придумали имена всем входам и выходам и так далее, то вот после всего этого надо макрос сохранить. И делается это не через меню файл, как многие почему-то думают, а с помощью специальной иконочки в верхней части окна редактирования макроса. Называется она «Сохранить документ». Нажимаем на неё, и после этого этот макрос сохранился в вашем проекте под тем именем, который вы для него придумали. Найти его можно в библиотеке компонентов. Вот этот макрос. И дальше его можно вытаскивать на рабочую область. Ну и как вы видите, те имена для входов и выходов, которые я использовал внутри макроса, также отображаются и на его иконке на основном холсте. Дальше к этим входам и выходам можно подключить нужные сигналы, ну и этот макрос соответственно будет работать согласно заложенному в него алгоритму. Такой способ создания макросов был с самого начала WovenLogic, но сейчас появился способ побыстрее. Предположим, у нас с вами уже есть какой-то трек, часть из которого мы хотим упаковать в макрос. Для этого мы выделяем те элементы, которые хотим в макрос запихнуть, правой кнопкой нажимаем на любом из них и выбираем пункт «Создать макрос». После этого WovenLogic автоматически создает макрос с нужными типами входов и выходов. Имена этим входам и выходам даются согласно тем элементам, которые были к ним подключены. Обратите внимание, да, вход в температуру называется по имени переменной температуры. Входы E1, E2 и E3 по именам входов самой PR, ну и выход Q1 точно так же, как выход Q1 у PR. Этот макрос также можно отредактировать. Для этого нажимаем на него правой кнопочкой и выбираем пункт «Редактировать макрос». В редакторе можно посмотреть алгоритм работы. Как вы видите, сюда переместились все те элементы, которые были выделены. Это и блоки, которые мы использовали в алгоритме, и константы, и даже переменные. При этом хочу обратить ваше внимание, что внутри макроса создаются собственные промежуточные переменные, и они не тождественны тем, которые находятся в основной программе. То есть это не одна и та же переменная. Внутри макроса своя вспомогательная переменная температура. Также этому макросу можно задать какое-то имя, ну например, макрос нижнее подчеркивание 1, указать описание, авторство, имя группы, пароль на доступ, то есть все те настройки, которые мы с вами проделывали и для вручную созданного макроса. После выполнения всех настройки его точно также надо сохранить. И этот макрос также появится в библиотеке компонентов, и можно будет его использовать нужное количество раз на рабочей области. В случае, если вы собираетесь отредактировать алгоритм вашего макроса, ну например, добавляете еще один выход и подключаете к нему какой-то сигнал и сохраняете этот макрос, при возвращении в основную схему вы увидите сообщение от OwenLogic, что макрос был модифицирован и его требуется обновить через контекстное меню. Нажимаем на него правой кнопкой, выбираем элемент обновить макрос, он обновляется согласно той информации, которая была нами сохранена, у него появляется еще один выход и его можно теперь успешно использовать в основном проекте. Таким образом можно легко создавать и редактировать макросы внутри вашего проекта. Первый способ создания макроса с нуля очень хорошо подходит для создания каких-то типизированных объектов, как тот насос, который я приводил в пример в самом начале ролика. А второй способ создания макроса через контекстное меню и выделение нужного количества элементов очень хорошо подходит для упаковывания кусков алгоритма в макрос для того, чтобы сделать ваш алгоритм более читаемым и более наглядным. Также хочу обратить ваше внимание, что при использовании второго способа все линии связи, которые были подключены к элементам, которые теперь упакованы в макрос, никуда не деваются, они так и остаются подключены. Тут как обычно есть нюансы, но в большинстве случаев это действительно так. Таким образом мы пользуемся макросами в рамках одного проекта, но этим мы не ограничены. Можно макросы передавать и между проектами. Для этого мы заходим в меню редактирования того макроса, который хотим передать куда-то в другой проект, заходим в меню файл и выбираем экспорт макроса в файл. Дальше вам нужно выбрать имя экспортного файлика и то место, куда вы собираетесь его сохранить, допустим на рабочий стол под именем мой макрос. И теперь этот файлик можно импортировать в новый проект. Допустим для какой-то другой PR, или для другого объекта, или еще для чего-нибудь. В вновь созданном проекте заходим в меню файл, выбираем импорт макроса из файла, выбираем экспортный файлик, который у нас хранится на рабочем столе, и в библиотеке компонентов теперь появился наш макрос. Его также можно отредактировать, что-то в нем поменять и сохранить в рамках этого проекта, например под новым именем, и потом этот отредактированный макрос также экспортировать, таким образом постепенно создавая какую-то собственную коллекцию макросов. Также хотелось бы отметить, что внутри макросов, помимо функций функциональных блоков, вы можете использовать и другие макросы, скачанные из онлайн-базы, или созданные вручную, или импортированные в проект. Таким образом, ранее созданные макросы могут послужить частью или основой для создания новых элементов. Как вы могли убедиться, создавать и редактировать макросы LovenLogic очень просто, а благодаря функциям экспорта и импорта вы можете создать собственную библиотеку макросов, которые будете использовать от проекта к проекту. Вот так вот. Продолжение следует...